Прошедшая в конце прошлой недели сессия областного парламента, вероятно, обязана была войти в историю. Региональную, естественно, не войдет. Впрочем, давайте по порядку. Одним из основных вопросов заседания было решение об утверждении концепции первого одесского регионального промышленного парка. Объемная 63-страничная брошюра стала итогом работы управляющей компании, созданной депутатами около двух лет назад. Изучив сей трактат, внимательный читатель обязательно вспомнит известную истину. Волга таки да впадает в Каспийское море. Ну кто ж с этим неоспоримым фактом будет спорить? У меня нет сомнений в картографию. У меня есть вопросы, которые я озвучил на сессии, к авторам. Что делал коллектив управляющей компании все эти годы, кроме банального копирования раздела экономической географии нашего региона? Отвел участок земли площадью 192 гектара? Провел деловые консультации с будущими инвесторами? Или даже составил протоколы о намерениях, которые являются, увы, всего лишь туманными пожеланиями на будущее? Оказывается, все силы ушли на подготовку брошюры. Ибо ни отвода, ни консультаций, ни протоколов областные парламентарии не увидели и не услышали. Но тогда на что ушли немалые деньги? Впрочем, и этот вопрос остался без ответа. Нынешние губернские чиновники убежден, просто не в курсе, что Южная Польмира была пионером создания теории свободных экономических зон как в бывшем СССР, так и на постсоветском пространстве. Индустриальные парки – это часть таких зон, о чем писал в свое время автор отечественной теории свободных экономических зон Адесит, профессор Дергачев. Кстати, сомневаюсь, что он был в числе авторского коллектива, представленного депутатом труда. Но это так, к слову. Вернусь к главному. Аксиома. Без притока свободных денег нет возможности создать новые промышленные предприятия. Старые лежат в руинах. Хотя, и об этом стараются не говорить, инфраструктура прессмаша, радиалки, криогенмаша поддается восстановлению. Следовательно, именно на этих территориях имеет смысл воссоздать новое производство, не мороча голову, подводкой железнодорожных путей, наладкой водоочистных сооружений, прокладкой линий электропередач. А если добавить ко всему перечисленному наличие свободных рабочих рук в Южной Пальмире, традиционной инженерной школы, то станет ясно, что нет смысла образовывать региональный промышленный парк вдалеке от Одессы. Губернские начальники страдают той же болезнью, что и правительство страны. И первые, и вторые не могут до сих пор решить, в какую сторону должна двигаться Украина. Стать крупной аграрной державой с перерабатывающей промышленностью, могущей накормить своим товаром остальной мир, или все-таки оставаться в числе государств, развивающих машиностроение, станкостроение и наукоемкие производства. И до тех пор, пока такая непонятка будет присутствовать в головах бюрократов, результатов ждать нечего, разве что появление брошюр типа той, которые пытались порадовать депутатов на минувшей сессии.